Привет, меня зовут Павел, с вами компания VeloOlimp, и сегодня мы вам расскажем о системе переключения передач и как правильно ей пользоваться. Итак, начнем с самого основного. Каждый велосипед в основном оборудован двумя переключателями, это передний и задний. И самое главное и основное, чего нельзя делать ни в коем случае. Не нужно, не нужно переключаться в момент, когда велосипед статичен, когда он никуда не едет, когда вы просто стоите или кого-то ждете. Нельзя делать вот так вот и потом начинать движение. Обязательно прокрутить, даже если вы это сделали случайно, либо по незнанию, лучше просто прокрутить педали и убедиться в том, что на холостых оборотах ничего у вас нигде не цепляется, все переключено и готово к работе. Начнем с переднего переключателя и будем двигаться именно по накатанной, по порядку. Передний переключатель у нас расположен впереди, поэтому он и передний. Он отвечает за грубое переключение скоростей между, в данном случае, тремя звездочками. За него отвечает левая монетка, соответственно, на три скорости. Первая у нас получается самая маленькая звезда, она отвечает за более легкий подъем в горку. То есть, чтобы куда-то заехать и не тратить на это много усилий, мы включаем первую передачу. Соответственно, чтобы цепь не перекашивалась и переключение передач работала правильно. На правом, то бишь заднем переключателе, мы пользуемся скоростями от первой до третьей скорости. Вот таким вот образом. Вращение совершается чаще, но велосипед едет в разы легче. По прямой обычно используется скорость вторая, соответственно, средняя звезда ведущая, и на задней передаче от третьей до шестой при восьмискоростной кассете. То есть, это непосредственно для данного велосипеда. Это основное наше передвижение по городу и катание по пересеченной местности без каких-либо ускорений в среднем темпе. И следующий вариант, это третья, это самая большая звезда. Это если нам нужно разогнаться, нужно быстро съехать, ускориться и так далее. Соответственно, на кассете имеет место переключения от шестой до восьмой звезды. Здесь мы получаем достаточно тяжелое вращение, но колесо набирает максимальные обороты и мы получаем максимальную скорость у велосипеда. На первой передаче мы пользуемся скоростями заднего переключателя от первого до третьего, от первой до третьей скорости. На второй передаче используем циферки от третьей до шестой. Так мы плавно набираем скорость и цепь не перекрашивается, цепь не изнашивается и цепь не перенапрягается. И третья передача от шестой до восьмой. Обычно такие производители как Shimano обращают на это внимание и чтобы пользователю было легче и понятней, не забывалось. Основные границы, они всегда выделены либо разграничителями, либо, как здесь, более жирными циферками. Вот на этом, в принципе, и все. С вами был Павел, компания Вела Олимп. Все наши предыдущие видео здесь. И все, всем счастливо, до новых встреч, пока-пока!